Секс. Возвращение в мир NFS 3 Hot Pro Sweet Это седьмая серия, которая называется Аквапарк Машина у нас по-прежнему с Чигера, оппонент класса А Так, друзья, в этот раз нам оппонент выпадает Lamborghini Diablo И смотрите, пока уходит в отрыв, но это до ближайшего поворота Компьютер слишком перестраховывается на поворотах, особенно на более-менее крутых И там всегда мы можем его отогнать, обогнать Главное, собственно, самому-то не накосячить на этом повороте Вот, собственно, о чем и шла речь Итак, Lamborghini Diablo позади, а впереди у нас трасса, которая называется Аквапарк И, как вы уже, наверное, поняли, в Аквапарк входит некоторая часть из трассы под названием Атлантика А именно побережье, рядом со Стартом Но теперь вот мы едем уже совершенно по новой области И вот от Аквапарка у меня такие же впечатления, как и от Атлантики То есть это что-то такое совершенно искусственное и не настоящее И я здесь, конечно же, не имею в виду графику, а именно дизайн То есть, ну, такого даже вот просто мы закроем глаза на графику Пусть это все будет схематично, будем представлять горы горами, траву травой Но вот где такая трасса могла быть, я даже просто представить не могу То есть это подразумевается как какой-то аквапарк, куда там ходят семьи с детьми отдыхать Где здесь могут быть семьи с детьми, где они могут отдыхать Зачем вот эти все какие-то многочисленные тоннели, которые совершенно странным и непонятным образом выглядят Какое неприятное столкновение Вот это вот, типа, такой большой-пребольшой аквариум Там плавают рыбы, скаты, подаются в воздух, вы видите его пузырьки кислорода Ну и зачем делать такое в таком аквариуме дорогу для машин? Это же глупо А если машина врежется в стенку, там тут течка огромного количества воды Я знаю, есть такие аквапарки, где люди могут прогуливаться Это да, ну и то их там не очень много на весь мир Но зачем там делать автомобильную трассу? Как-то это все глупо Так, друзья, о чем я еще хотел поговорить Наверное, вы все заметили, что в гонке Когда я выбираю автомобили, могут участвовать далеко не все марки Например, такие марки, как Феррари и Мерседес Запретили использовать свои автомобили в гонках на преследования Ну, именно в этой части игры Я не знаю, по каким мотивам могу предположить, что не хотели Как бы противопоставлять свои автомобили закону Чтобы на их автомобилях гонщики, нарушавшие закон И по сути являющиеся преступниками Удирали от органов правопорядка Хотели быть такими добрыми и порядочными Хотя, конечно, в других сериях Как, например, Need for Speed 6 Hot Bruce V 2 Или Hot Bruce V 2010 года Там уже все марки участвуют в погонях И удирают от полицейских за милую душу Так, ну вот пошла опять, как вы видите, трасса из Атлантики Здесь мы уже ездили Вот это очень неприятный поворот Тут, если не сбрашивать скорость, можно очень сильно попасть А, друзья, мы от своего оппонента уже отдалились более чем на минуту Одна минута и семь секунд Это огромнейшее, преогромнейшее время Вот что значит Lamborghini Diablo Этой машиной-то и человек Сложно управлять А компьютеры и подавно Представляете, насколько сильно нужно сбрасывать скорость Применция пид-трасса не очень сложная Хотя коварных поворотов очень много Но пока идем ровно Огромный отрыв, ноль билетов И вот такой вот я вам срез здесь покажу Тоже не очень удобный Не так уж и много он срезает Но не такой сложный, как в главе лесные тропы Там, в принципе, врезаться во что-то крайне сложно Главное в него правильно войти под углом 90 градусов И закрытые туннели Не знаю, почему их закрыли Я здесь спокойно езжу по любым полосам И справа, и слева И ничего здесь закрытого для нас нет Да ёлки-палки Второй раз именно в эту же машину лоб в лоб врезаюсь Кстати, по поводу трафика Если я не ошибаюсь Тоже до этого ни в одной НФС-ке Трафика не было Ну потому-то, как там был упор на гонки И гонкам трафик вредил Вот тут чуть не продрявил стекло Огромного аквариума Так, ну что, гонка близится к концу Пока идём чётко Да ёлки-палки Вот только мне стоит это сказать Как я врезаюсь Ну посмотрите, друзья При всём при том, что вот у меня куча аварий Иду вполне уверенно Хотя время уже, видите, сократилось Уже меньше минуты нас отделяет от противника Но всё равно гигантское время Так-то и погони за нами особой не было Всё время почему-то выхватывает наш оппонент Как вы можете слышать по рации Всё время преследует Диабло И судя по времени, на котором от нас отстаёт Какое-то количество билетов он определённо выхватил Так, ну вот и по нашу душу тут образовалась полиция Но эта машина не серьёзная Большую скорость он не разобьёт Только если мы сильно накосячим Так, ну буквально финальная часть Здесь вот так вот можно Ай-яй-яй-яй-яй Свалял дурака Я хотел выйти на оптимальную Линию Чтобы вот на этом повороте Меньше тормозить Но Как оказалось, надурил сам себя Ух ты! Еле-еле За малым Буквально, не знаю Сантиметр какой-то нас отделил от ежа Я, по-моему, ещё ни в одной серии, да, не проехался по ежу? Может быть, даже имеет смысл разок прокатиться Чтобы вам показать, как это выглядит Не знаю Не обещать не буду Ну, может быть, это всё ещё и Нас Настигнет И у нас, напоминаю, ещё две трассы впереди Считай эту Так, ну вот и финиш Ох! Да ладно! Нет-нет-нет-нет! Как это глупо! Не вижу него А вы летите, как на пожар Любите быстро ехать? Давай деньги! Это, друзья, фейспалм Эпик фейл в одном лице За метр до финиша попасться Спасибо за просмотр! Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова